Заглянуть по ту сторону экрана Люберчан приглашает художник-постановщик советского и российского телевидения Александр Саушин. Уже 45 лет по его эскизам создаются декорации к программам, которые смотрит вся страна. Рабочие наброски художника можно увидеть в Люберецкой картинной галерее. Ребята, вы знаете программу «Спокойной и очень хорошо»? Да. Программа, которую знают и дети, и взрослые. Виктория Фетисова не пропускала ни одного выпуска, когда была помладше. Ее лучшие теледрузья детства – Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша. Самый любимый, конечно, Хрюша. Такой хулиганистый, такой замечательный. Он чем-то, наверное, меня напоминал в детстве. Своей внешностью все персонажи «Спокойной ночи, малыши» обязаны Александру Саушину. Кукол актеров шили по его эскизам. За свою карьеру художник-постановщик создал образы многих советских и российских передач. Это «Будильник до 16 и старше», «Не зевай», «Праздничные концерты» и телеспектакли. Это эскизы к одному из спектаклей по Рэй Бредбери. Всего два эскиза. Таких, по-моему, у меня 26 или 28 эскизов. Очень много. Чтобы показать все эскизы, написанные рукой Александра Саушина, не хватит нескольких выставочных залов. Экспозиция по ту сторону экрана собрала около 20 работ. Это рабочие эскизы, по которым делается наше телевидение. Эти эскизы никто никогда не видел и никогда не увидит, потому что обычно мы эти эскизы сдаем в Госмельмофонд. Люберцы стали единственным городом, которому представили историю советского телевидения в эскизах. Экскурсоводом выставки стал сам Владимир Саушин. Увидеть редкие работы жители округа могут до конца марта.